Hello! This is our second lesson, and our topic today is better safe than sorry. На русском это можно перевести как лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. Название темы интересное, и так что же мы будем обсуждать. Для того, чтобы быть в безопасности, иногда нам не хватает только нашей помощи, и нам нужно спросить советы у другого человека. Итак, сегодня мы научимся просить и давать советы, и для этого нам нужно узнать, что же такое глагол should в английском языке. Также иногда нам нужно спросить, каким образом мы должны что-то сделать. Как, каким образом? На этот вопрос отвечает такая часть речи, как наречие, or adverbs. Мы узнаем, как образуются наречия в английском языке. And the last one is asking for advice. Мы узнаем, каким образом, какие вопросы мы можем использовать для того, чтобы спросить совета у другого человека. So, let's start. And the first is should or shouldn't. Let's look at these examples. Should – это модальный глагол, и с его помощью мы можем сказать, что человеку следует или не следует делать. Let's look at examples. Positive sentences and negative sentences. Positive sentences are used with should and the first form of the verb. То есть со всеми местоимениями, в любом числе. Этот глагол никак не меняется, нам просто нужно запомнить, что после него ставится глагол в первой форме. For example, he should see a doctor. То есть независимо от того, что какое у нас подлежащее, глагол все равно будет should. I can say I should see a doctor. You should see a doctor. My mom should see a doctor. And so on. Then negative sentence is shouldn't. Plus a verb in the first form. For example, they shouldn't run. Run – first form of the verb. Or Mary should study well – это опять пример положительного предложения. Здесь в отрицательных предложениях, точно так же, как и в положительных, глагол никак не меняется. So, they shouldn't run, she shouldn't run, you shouldn't run, and so on. Иногда нам нужно спросить совета, каким образом нам что-то стоит сделать. Или мы хотим посоветовать человеку, каким образом он должен действовать. И для этого нам нужно знать, как образуются наречия. Adverbs. В большинстве случаев наречия образуются из прилагательного с добавлением суффикса li. For example, normal – normally, slow – slowly, careful – carefully. Но есть некоторые исключения. Например, наречие от прилагательного good – хороший. Это well – хорошо. And fast – быстрый. Чтобы сказать быстро, нужно сказать fast. Например, если мы хотим дать совет, например, своему папе, который слишком разогнался на дороге, мы можем ему сказать You shouldn't drive fast. Тебе не следует ехать так быстро. И давайте подумаем, какие бывают наиболее частые проблемы и какие советы мы можем дать этому человеку. For example. Давайте, для того, чтобы вам было удобнее, я включу предыдущий слайд. Should – shouldn't. Вы подумайте, какие советы вы можете мне дать. А я придумаю что-то свое. For example. I've got a stomachache. What should I do? Какие советы мы можем дать человеку, у которого болит живот? For example. You shouldn't eat a lot. Тебе не стоит есть много. Or you should take some medicine. You should see a doctor. And so on. Or, for example. My leg is broken. Yes, my leg is broken. It's difficult to walk. Что мы можем посоветовать человеку, у которого сломана нога и он в гипсе? Мы можем ему посоветовать идти медленно. Для этого нам нужно как раз использовать наречие. So, you should walk slowly. Тебе нужно идти медленно. Либо наоборот. Мы можем ему посоветовать не идти быстро. So, you shouldn't walk fast. Наречие fast. Мы помним, что это исключение. И к нему не нужно добавлять суффикс le. And here are some more examples. Несколько, еще несколько примеров. You should drive slowly. Пример этот у меня уже был. You shouldn't run fast. Тот совет, который мы можем дать человеку с сломанной ногой как раз таки. Or you shouldn't speak loudly. Наверное, этот совет может сказать дать человеку, у которого болит горло, например. Кроме того, чтобы дать кому-то совет, мы также можем спросить совета у другого человека. Для этого, во-первых, нам нужно помнить тот же самый глагол should. И мы можем задать вопрос. В данном случае после to ставится какой-то глагол. То есть, что мне следует сделать, чтобы... Например, что мне стоит сделать, чтобы бежать быстро? Я спрашиваю совета у своего тренера. What should I do to run fast? Or что мне стоит сделать, чтобы учиться хорошо? Я спрашиваю совета у своего учителя. What should I do to study well? Но это не единственный способ, как спросить совета. Для чего вы можете спросить, для чего нужны другие вопросы. Ну, наверное, для того, чтобы казаться более образованным, более начитанным. И для таких случаев у нас есть синонимичные вопросы. Или, может быть, вы просто забыли предыдущий. Тогда вы можете вспомнить другие два. Какой наилучший способ, чтобы... В данном случае после to также ставится глагол. Если мы вспомним предыдущие примеры, мы обращаемся к своему тренеру. So, what's the best way to run fast? Да, какой наилучший способ, чтобы бежать быстро? What's the best way to study well? Да, какой наилучший способ, чтобы учиться хорошо? И, наверное, самый простой вариант, самый простой вопрос. How can I... Как я могу, опять же, что-то делать? Здесь нам тоже нужен просто глагол. So, how can I study well? How can I run fast? And so on. И, собственно, если у нас попросили совета, как мы можем ответить? Во-первых, мы можем использовать тот самый глагол should or shouldn't. Это вы уже знаете. Но всегда можно блеснуть своим умом и использовать более сложную фразу. Самый простой способ усложнить свое высказывание – это добавить I think, I don't think. Здесь главное – сделать умное лицо. Например, ну, у вас спросили совета. What should I do to run fast? And you say, I don't think you should run fast. Your leg hurts. Я не думаю, что тебе стоит бежать быстро, потому что у тебя болит нога. Другие способы. How about? Эта фраза немножко отличается от других, потому что после нее используется не просто глагол, а глагол с суффиксом –ing. For example, how about running in the morning? Ну, у меня спросили совет. What should I do to run fast? And I say, how about running in the morning every day? Или у меня спросили. What should I do to study well? And I say, how about studying for 15 minutes every day? Ну, что насчет того, чтобы учиться по 15 минут каждый день, на что-то постоянно повторять. And the last one is, why don't you… Почему бы тебе не сделать что-то? For example, what should I do to run fast? Why don't you run every morning? What should I do to study well? Why don't you study every day for 15 minutes? And now let's have some practice. I've got some problems, and I've got some pieces of advice. Здесь у меня есть какие-то проблемы и советы. Давайте подумаем, попробуем соотнести проблему и совет. Обратите внимание, что здесь сочетание букв S, C, H читается как К. Да, это небольшое исключение. So, I've got a headache. So, what is your piece of advice? Why don't you buy new jeans? Можем ли мы посоветовать человеку купить новые джинсы? I think it's a bad piece of advice. How about seeing a doctor? I think this is a good piece of advice. So, next problem. I'm tired. Я устала. So, what, which advice can we give to this person? Why don't you buy new jeans? Наверное, опять же, джинсы в этой ситуации не очень помогут. How about seeing a doctor? В принципе, он может быть хорошим советом. Вдруг у человека, человек устал из-за того, что у него проблемы со здоровьем. And see, I think you should calm down and work slowly. Я думаю, тебе нужно успокоиться и работать медленно. And I think this is the best advice for this problem. And problem number three. I have nothing to wear. Мне нечего надеть. Вечная проблема женщин. Как же мы можем решить эту проблему? Why don't you buy new jeans? И вот, кажется, этот совет в данном случае подходит лучше всего. А теперь давайте подумаем, уже без подсказок, какие советы мы можем дать людям с данной проблемой. My car is broken. Моя машина сломалась. Итак, давайте подумаем, какой совет мы можем дать человеку с использованием глагола should. И давайте закончите мою фразу. Finish my phrase. I think you should. Теперь можете остановить видео, подумать, какое предложение вы бы сказали. А сейчас я скажу свой вариант. So, I think you should take a taxi. Problem number two. I'm late for the lesson. Я опоздал на урок. Давайте попробуем дать совет человеку с использованием фразы. Why don't you... What's your variant? My variant is... Why don't you... Why don't you say sorry? And ask your teacher if you may come in. Длинный совет получился. Почему бы не попросить прощения и не попросить учителя, можете ли вы зайти. Можно просто кратко. Why don't you say sorry? Почему вам не извиниться? Next. Pretty common problem. Очень часто встречающаяся проблема. I haven't done my homework. Я не сделал свое домашнее задание. Всегда можно сказать, что его съела собака, кошка. Но давайте попробуем что-то другое. Придумаем совет с фразой how about. Не забываем, что в этой фразе мы используем глагол с суффиксом ing. For example, how about swimming? How about going? So, your advice. And now my piece of advice is... How about doing it next time? Что насчет того, чтобы сделать это домашнее задание в следующий раз? And number four. Somebody has stolen my money. Кто-то украл мои деньги. И здесь мы попробуем дать свет с простым... Should or shouldn't. So, my advice is... You should go to police. Or... You shouldn't spend a lot of money because all your money is stolen. Тебе следует пойти в полицию или тебе не следует теперь тратиться, потому что деньги-то у тебя закончились. So, сегодня мы с вами обсудили, как же находиться в безопасности и как для того, чтобы находиться в безопасности, спросить совета у другого человека и как дать кому-то совет. До встречи на следующем уроке.